МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир ТВ-21 продолжает деловая среда. В студии Пётр Широбоков и сразу же о главном. Большая Норильская экспедиция переходит к этапу комплексного анализа собранных полевых материалов. Лабораторные работы продлятся до декабря, после чего и будет опубликован отчёт. Это, пожалуй, самый ответственный этап работы учёных из Сибирского отделения Российской академии наук. В лабораторные исследования полевого материала включаются био- и нефтехимики, геологи, мерзлотоведы, гидрологи и гидробиологи, специалисты многих других направлений. На таймыре для исследований были взяты около полутора тысяч различных проб весом около 500 килограммов, в том числе и подводного грунта. В лаборатории будут проводиться геохимические аналитические исследования на специальной аппаратуре, и мы будем определять концентрацию примерно сорока химических элементов. То есть наиболее обычных химических элементов, редких химических элементов, тяжёлых металлов. И в результате опробования или анализа проб по всему керну результатом будет кривая концентрация. Как меняется содержание каждого элемента по колонке. Рядом с Норильском для исследований на тяжёлые металлы и нефтепродукты было собрано 69 видов растений. Изучать их будут в НИИ сельского хозяйства и экологии Арктики Сибирского отделения РАН. Отмечается, что никаких промежуточных или предварительных результатов публиковаться не будет, поскольку задача исследователей состоит в формировании целостной картины антропогенных изменений в природе таймыра. Эта картина, в свою очередь, послужит основой для научных рекомендаций по природопользованию в Арктике, которые, в свою очередь, невозможно представить без участия учёных-экономистов. Напомним, Сибирское отделение Российской академии наук отправило на таймыр экспедицию по приглашению Норникеля для масштабного изучения территории. По её итогам учёные подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе. На Манчегорской промплощадке Кольской ГМК введена в эксплуатацию современная весоизмерительная система. Она создана по инициативе цеха материально-технического обеспечения компании. Комплекс производит взвешивание и учёт автотранспорта, а также контролирует перевозки грузов в автоматическом режиме. Система создана на базе автомобильных весов для взвешивания машин массой до 100 тонн. Программное обеспечение весоизмерительной системы позволяет управлять движением автотранспорта посредством светофоров и шлагбаумов, а также автоматически распознавать государственные номера или радиометки машин. Скорость взвешивания одной автомашины в штатном режиме составляет от одной до полутора минут. По первым результатам промышленной эксплуатации данной системы мы её оцениваем как стабильно работающую. Очень помогает она нам в процессе производства взвешивания транспортных средств. Значительно ускоряется пропускная способность, исключается человеческий фактор. Различные ошибки становятся просто невозможными. Взвешивается здесь порядка 25 наименований грузов от бытовых отходов до готовой продукции. Весоизмерительная система позволит компании более точно и оперативно отслеживать объёмы перевезённых грузов и сократить трудозатраты на операции взвешивания. Команда эко-волонтёров «Эко-Бум» и «Эко-Мы» участники экологического марафона «Понеслось», организованного Нурникелем. Обустроили в заповеднике Пасвик ещё 100 метров эко-тропы. Простота конструкции обманчива, чтобы такая пешеходная дорожка была и прочной, и экологичной, пришлось потратить немало усилий. Благо, опыт по обустройству прогулочно-познавательного маршрута на территории заповедника у ребят уже имеется. В прошлом году, например, волонтёры обновили дорожку длиной 100 метров на туристическом маршруте остров Варлам, жемчужный заповедник Пасвик. Кроме этого, экволонтёры потрудились в деревянном доме музея норвежского орнитолога Ханса Сконнинга, в котором учёный жил и работал в начале 20 века. Участники команд обработали помещение дома-музея специальным средством от плесени и грибка. В дальнейших планах обновить кровлю дома-музея и продолжить настил экотропы. Запланировано уложить ещё 50 метров новой дорожки на туристическом маршруте. В Печенском районе продолжается приём заявок на конкурс беспроцентных займов. Участники конкурса беспроцентных займов всегда могут получить консультацию от его операторов. Центра «Вторая школа». Победитель конкурса получит беспроцентный заём до 30 миллионов рублей с возможностью отсрочки платежа на один год. Подробности на сайте Центра «Вторая школа». Вот такой выдалась наша версия заметных деловых новостей недели. В студии был Пётр Широбоков. Удачи в делах и хороших вам бизнес-проектов. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова